Здравствуйте! Это программа «Спортсто» и я ее ведущий Дмитрий Марков. 24 сентября в Наринмаре прошли первые арктические соревнования по скандинавской ходьбе. О том, какие еще мероприятия запланированы на этот год, нам расскажет гость нашей программы, руководитель клуба скандинавской ходьбы «Пойдем ходить» Ирина Терещенко. Ирина, здравствуйте! Здравствуйте, Дмитрий! Очень приятно! Можете рассказать, как проходили первые арктические соревнования? Вообще арктические соревнования – это проект, он идет в шесть дней. Из них два дня – это этнопрограмма, культурная программа, один день – это у нас сами соревнования, один день – проведение круглого стола и два дня – это обучение инструкторов по скандинавской ходьбе. Восемь человек у нас будут сейчас обучаться, потому что приехали как раз тренера, которые имеют право выдавать лицензии на инструктора скандинавской ходьбы. Моя задача – поставить на скандинавскую ходьбу села округа. Это красная, это нижняя пеша Коткина на сегодняшний день, пока так. Ну и инструктора готовятся по городу, потому что работы уже очень много, людей много. Сами соревнования прошли на ура. Я считаю, что результаты просто очень впечатляющие. Я сейчас вам скажу, лучшее время среди женщин на 10 километров – это Свящева Марина. Значит, сейчас вам скажу, 1 час 13 минут 59 секунд. Среди мужчин Прима Дмитрия – 1 час 9 минут 56 секунд. На 5 километров – лучшее время Бойко Елена – 36 минут 1 секунда. Среди мужчин Шевелев Игорь Павлович – 39 минут 48 секунд. Участвовали у нас в соревнованиях от 5 лет и до 79 лет. Дети также показали очень высокие результаты. Среди девочек Нечаева Таисия – 8 минут 37 секунд. Среди мальчиков Чуклин Максим – 8 минут 42 секунды. Это дистанция 1 километр. Были призы на лучшую технику. Среди женщин получилась Свящева Марина, Лехтанская Людмила и Гераскина Клавдия – город Москва. И мужчины – это Прима Дмитрий и Куэль Леонид. Участвовало три человека из города Москвы. Немножечко расширяем. Нашу географию. С каждым разом нам надо сейчас очень хороший получить ответ на это. Потому что желание у людей заниматься колоссально растет. Мотивация большая, высокая очень. Потому что я глубоко убеждена, что мы должны подавать спорт и физкультуру как праздник. То есть за колоссальный труд спортсмен должен получить свои награды, позитив, эмоции, чтобы это было награждение всегда торжественное. Поэтому у нас в этот же день в ресторане «Арктика» мы награждали очень торжественно, красиво, с концертными номерами. И с шести до девяти часов был этот праздник. В общем, были все очень довольны. Но вот чтобы этот проект у нас вообще случился, это при поддержке Департамента региональной политики, Союза женщин России, Ассоциации предпринимателей России и партии «Единая Россия». Я, наверное, полчаса перечисляла всех спонсоров, которые нам помогли осуществить такой замечательный проект. Я думаю, что арктические соревнования, этот бренд мы будем продвигать. Дойти нам нужно все-таки до очень высоких высот. У меня это все-таки международное соревнование. Я думаю, что мы будем это делать хотя бы раз в два года обязательно. Потому что для этого нужно очень много средств финансовых. Вот. И хорошая трасса. Я хочу вообще всех поблагодарить, кто нам помог. Особенно специалистов Центра арктического туризма, специалистов по этнопрограмме. Это Департамент культуры, образования, спорта и туризма. Очень благодарна всем за большую помощь. Самое главное, что у меня люди очень довольны. А вот кроме гостей из России, вы думали приглашать из зарубежья? Да. Но я опыт получаю сейчас. Сейчас, да, все-таки начала я с ними работать поздно. Все-таки с иностранцами надо работать. Я уже поняла, что намного раньше. Поэтому сами соревнования уже заранее я буду готовить. Поэтому я их буду делать один раз в два года. Именно как этот бренд развивать. Поэтому к нам сейчас приехали главные судьи из Санкт-Петербурга. Я думаю, мы все вместе этот вопрос уже будем делать, решать более глобально. Потому что, в общем-то, задача поставить Россию на скандинавскую ходьбу однозначно. Потому что ходьба очень эффективный. Метод оздоровления организма очень эффективный. Результаты вы сами видите. А вот гости из Москвы, как они отреагировали? Как им понравилось? Они вообще были в восторге. Очень в большом восторге от нашей тундры, от нашей красоты. Потому что мегаполис он давит. И они, конечно, здесь хорошо отдохнули. Вообще поражены размахом, да, как происходит, проходит именно этот проект. В общем-то, завтра они тоже придут на актуальное интервью. Они скажут все свои эмоции. А вот сколько участников было всего? 78 человек. От 5 до 79 лет. И какие у вас планы на будущее? Что вы собираетесь проводить сейчас? Значит, 1 октября мы будем проводить праздник День ходьбы. 3 октября отмечается Всероссийский День ходьбы. С Комитетом по физической культуре мы как раз сегодня встречаемся с Шевелем Игорем Павловичем. И будем этот вопрос уже как бы сегодня обсуждать. Как мы его проведем? То есть мы приглашаем всех, любителей ходьбы, не только скандинавской, а вообще ходьбы. А на соревнования международные съездить? На международные соревнования уже это будет только 17-й год. Это май, возможно, это будет Швейцария. И июль, возможно, это будет Финляндия. Но как это все финансы? Как у нас все это получится? Потому что я же планирую каждый год всегда выездные сборы. Но в этом году, думаю, Камчатку. Потому что хочется пройти практически всю планету. У меня задач очень много, проектов много. Всю логистику нужно продумывать месяца за четыре. Потому что это большая колоссальная работа. Потому что везешь большую группу людей. Немного вот о скандинавской ходьбе именно в Наринмаре. А какой в основном возраст людей занимается? Меня сейчас очень радует, что приходят молодые пары. У меня прекрасно сейчас молодые люди занимаются, семейные. Очень это радует. Потому что это главная задача, чтобы оздоровительный спорт вошел в каждую семью. И вот этим проектом мы говорим и заявляем, что мы хотим сделать большую-большую программу, большую задачу и осуществить ее как территория НАУ, территория здоровья. Важнее здоровья, ничего нет. Это ценность. А чтобы люди это понимали и сами осознали, с этим вопросом нужно очень серьезно работать. И это не только мы должны работать. Это обязательно органы власти. Это бизнес, это общественное мнение. И сами спортсмены, безусловно. Как появилась вообще идея создать скандинавскую ходьбу? Ну я закончила медицинский институт, факультет адаптивная физическая культура со специализацией ЛФК. Также проходила специализацию в институте Лесгов. Почему нужно именно скандинавскую ходьбу? Подумала я сама, почему нужно это продвигать? Потому что это единственная возможность поднять тот пласт людей, которые никогда не занимались спортом и, грубо скажу, может быть, ненавидели физкультуру в школе. Поэтому это единственная вот такая возможность, где вот нет противопоказаний. Он доступен, он дешевый этот вид оздоровительного спорта. И этим заниматься могут все, потому что это колоссальная кардиотренировка. И думаю, если возьмете интервью у спортсменов, вы сами поймете, что они вам могут сказать. Но вы сами понимаете, что за 1 час 9 минут пройти 10 километров, это надо работать. А вот сколько у нас на данный момент инструкторов есть в городе? Два. Я и Завьялова Мария. Она медалист по лечебной физкультуре окружной больницы. И тоже инструктор по скандинской ходьбе по лицензии Финляндии. Как оригинальная северная ходьба. А вот чтобы начать заниматься, что надо иметь? Желание надо иметь. Только желание. Никаких отговорок. Потому что это все... У меня нет времени, у меня там еще что-то. Это просто отговорка, потому что я не хочу двигаться. Вот на выступление, когда мы награждали наших спортсменов, я именно этот вопрос и подняла. Что наша задача нашего клуба делиться знаниями о здоровом образе жизни, о правильном питании. Надо формировать у человека новое мышление, новое видение отношения к своему здоровью. Человек должен сам это осознать. Что здоровье в его руках. Ему его никто не подарит. А вы где вообще проходят у вас тренировки между соревнованиями? Вообще у нас трасса уже на авиаторов 30. Мы все лето занимались там, потому что я люблю вообще природный ландшафт и в природном природе работать. Так как сейчас уже стало темно, мы перешли пока на стадион «Лидер». Ирина, спасибо. Ирина, спасибо. Это была программа «Спортсто» и я ведущий Дмитрий Марков. Занимайтесь спортом и будьте здоровы! Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...